Ребята, я надеюсь, что вы поставите прямо сейчас лайк, проверка активности. На прошлом ролике мы не собрали, конечно, тысячи лайков, ну, на данном этапе там что-то 800. Огромное просьба, поддержите и дайте актива. Стараюсь для вас. Все максимально подробно и на каждый комментарий я обязательно отвечаю в комментариях, поэтому можете проверить. И, ну, если вам не сложно, пишите комментарий, чтобы актив был и продвигать ролик. А мы начинаем с самого видео. Показал. А так, в целом, уже договорился с маляром. Вот. Накинули. И уже потом на эвакуатор ее закину. Все покажу в этом видео. И отправляем, короче, ее на покраску. Вот она, вот она. Да, это будет, это будет топчик. Да, вот она, красотка. Я еще здесь, блин, пол разобрана. Еще вся разобрана. Сейчас, пацаны. Так, мы не успеем тут. Короче, везем, пацаны, вы не представляете, как я счастлив, как я счастлив, неужели я ее покрашу. И все, я уверен, она будет бомбочка, бомбочка. Она уже все на нее смотрит. Да, пушка будет. Сейчас, пушечка, сейчас сбоку еще засниму этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такс, 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 такс. Ребят, всем привет. С вами, как всегда, Сергей Ирниченко. Я, как понимаю, вы смотрели прошлую серию про то, как я покрасил 14-ю с баллончиком. В общем, такая себе идея, и всем не рекомендую. Кто не видел, ссылка будет в описании, вот где-то здесь всплывет подсказка. Вот. Но в сегодняшнем ролике, то есть, я вам расскажу именно по ценам. Сколько стоит покрасить нормально. Я все-таки решил покрасить нормально 14-ю, потому что это не дело. Но мне интересно было, и многие не поняли, думали я это, ну, всерьез отношусь к баллончикам и всей этой теме. Но мне просто ради интереса было посмотреть, как, в общем, возможно ли крышу, вот мне прям зациклила эта крыша, и вот мне интересно было, получится ли крышу покрасить с баллончиком. Как выясняется, что, ну, нет, не особо. Вот. А сегодня у нас 4-ка, да, значит, я подготовил вам список всего, всех цен, все, что вам понадобится для покраски 4-ки. Вот. Сразу могу сказать то, что 1-го марта подорожали Весты, все машины. Да все подорожало, поэтому кто, ребят, хотел заказывать автозапчасти, на Авто РХ вы можете сейчас еще хорошие, действительно, цены и промокод Резниченко 10%. Я это вам просто, просто подружески говорю, потому что мои подписчики самые любимые, дорогие, лайк поставь тоже не забудь. Друзья, я напоминаю то, что на Авто РХ можно подобрать абсолютно любые запчасти, вплоть от стоковых до тюнингованных. Можно выбрать абсолютно любую марку вашего автомобиля и подобрать себе разную категорию, допустим, салон, внешний вид, или же там выхлопные системы, мотор. В общем, все здесь найдете. И еще раз вам скажу то, что по промокоду Резниченко есть скидочка 10%. Я думаю, она в наше время будет не лишней, поэтому все ссылки в описании, а мы продолжаем сам ролик. Вот, поэтому, ну, чисто вам такой совет. Так, смотрите, ребят, сразу переходим к делу. Значит, у нас что нужно, чтобы покрасить машину? Само собой подготовить. Возьмем тот момент, то, что я ее все равно подготавливал. Ну и само собой, ну, чуть-чуть там скидка мне была. Плюс у меня еще там, ну, свой знакомый, поэтому по-свойски. Но я вам буду цены, которые он мне сказал, то есть сделал. Но это все чуть-чуть дороже будет. Так. Так, это что у нас здесь? А это у нас 14-я, пацаны. В общем, все уже зареспаунил ее к маляру. Уже ее, правда, сделали. Выкатили, чтобы показать все, как есть, да. Ну, естественно, за мной очень много косяков, очень много косяков переделали. Ну, понятно, что мы делали все в первый раз. И поэтому все равно в итоге ты будешь все это переделать или отдавать нормальному человеку. Поэтому вот такой вот результат на данный момент. Все это сейчас еще будет перетирать. Вот. В принципе, в целом все готово. Ну, не то, что перетирать, а замывать. Вот. Ну и в малярку все. Отдаем новый бампер. Задний бампер свой оставляю. Все это... Фу, блин, офигеть. Сейчас в глаза десяточка стоит. Вот. Ну, я очень доволен. Четырка главная делается. Ну, и я так думаю, что еще это недельку займет. И машинка будет плюс-минус готова. Ну, я думаю, что, наверное, еще дней 10, пока она там высохнет. Все эти пороги, все это делать. В общем, все вот так выглядит. Все это фиксирую, чтобы вам тоже показать. Капот Bad Boy очень проблемный. Слегка. Ну, то есть, надо понимать, что он придет вам не идеальный. То есть, по зазорам еще, конечно, не выставляли именно соотношение крыльев. Но вот здесь чуть-чуть подрезали, чтобы он когда открывается, чтобы не терся. Он здесь терся. Вот. Ну, и здесь, видите, то, что ямка вот такая вот. Видно. То есть, надо сюда подкладывать какую-то резинку. Не знаю, может, с калины или еще что-то. Какую-то резинку нужна. Ну, и здесь. То есть, он вот такой чуть-чуть. То есть, видите, да? То есть, надо будет это все подложить, сделать, чтобы было ровно. Ну, и крылья, я думаю, еще все равно они чуть-чуть сместятся. Еще там есть немного места, то есть, по зазорам. Ну, и вообще, в целом, я прекрасно понимаю, что этот капот, он не заводской. Поэтому, ну, ожидать там заводского эффекта, да, я думаю, не стоит. По максимуму все это дело соединим. Вот так сделаем, чтобы было нормально, это все выглядело. Ну, и, собственно, все. А здесь вот полностью крыло за мной переделали. Холодно. И вот заднюю арку, чтобы красиво все было. Вот здесь ямочку. Сделали такой вот силуэт, чтобы было арки. Потому что вот эта рем-вставка, она какая-то кооперативная. То есть, с той стороны хорошая была, а здесь кооператив. То есть, на это тоже обращайте внимание. Ну, и заднюю вот крышку багажника тоже полностью вскрыли. Потому что, ну, рамка эта очень сильно гниет. Ну, кстати, не очень-то плохо она выглядит. Вот. Ну, собственно, вот такие вот дела. Дальше ждем, пока ее замоют и загрунтуют. Дальше покраска и лаком еще вскроем. И будет четко, пацаны. Так что, четверка, я думаю, будет очень даже пушечная. Все равно, ребят, все придет к тому, что если для себя делать и хорошо делать, все равно отвезете кому-то, чтобы тот, кто уже шарит нормально. Так что, все, включусь через секунду. Смотрите. Жидкая шпаклевка на вол. На вол или на вол. Две штуки. Гравитекс боди 950. Черный под пистолет две штуки. Это для того, чтобы замовилить пороги, там, арки. Ну, в общем, чтобы она не гнила опять. А то такое бывает, что машину подготовишь, сделаешь, покрастишь. Она через месяца три уже сгниет. Вот. Сетка на рубанок. Восьмидесятка, сто двадцатка. По три штуки. Растворитель, канистра. Вроде 10 литров. Вы скажете, для чего столько? Ну, вот все мои художества надо же как-то отмывать после баллончика. Поэтому взяли с запасом. Вот. Там около двух тысяч рублей, по-моему, стоило, если я не ошибаюсь. Баллончики. Черный матовый кудо. Два штуки для капот Бэтбоя. Вот. Для чего баллончики? Чтобы матовать и смотреть, где есть нюансы. Так. И под орбиталку с двадцать пятый диаметр. Нужно 60, 80 и 120. Вот каждой этой нужно по пять штук. Три литра краски плюс три литра. А, само собой, лака. Смотрите, цвет получился достаточно такой интересный. Это у нас Сочи 360. Я вам сейчас канистру покажу. Чуть-чуть осталось краски. Итак, ребята, вот такой вот ракурс. Это, кстати, новые задние стопари будут. Это вы потом узнаете. На Авто РХ заказывал. Прикольный оттенок, конечно. Это не обычный цвет Сочи. Это именно от Авто Колор. Вот, всё показываю. 360 и Сочи. У них есть разные оттенки. До какого-то года шла определённая партия. И потом пошла другая. Поэтому тоже это имейте в виду. Цвет на самом деле очень бомбический. Он более такой, ну, темней. Тёмно-серо-зелёный. А до этого прям яркий такой зелёный был. То есть другой оттенок. И, как по мне, это очень бомбово выглядит. Вот, я могу сказать, что четырка у меня была покрашена тоже в Сочи. Но оттенок был такой вот, какой-то более яркий такой. Ну, более зелёный, что ли. Вот. А этот оттенок, он шёл на более поздних четырках. Я, честно, удивлён был, потому что я взял краску, я даже и не знал про это. А потом, как выясняется, осталось немного краски. Но вот, что мне больше всего понравилось, то, что она более такая сероватая. То есть есть там мокрый асфальт, там всякие названия, короче, это непонятные. Ну, в общем, этот цвет, я очень доволен. То есть, если кто будет красить, обязательно просите то, что, если вы хотите темнее, чтобы оттенок был более, вот на поздних четырках шло темнее. Вот. Так, да, солнце вышло офигенно. Так, смотрите. Три литра лака полностью ушли. Так, дальше у нас на материал ушло около 17 тысяч рублей. Это ещё вообще минимум, потому что до этого я ещё подготавливал. То есть, шпаклю, не шпаклю, я ещё очень много выравнивал. Насколько вы знаете, я надеюсь, вы смотрели предыдущие ролики. То есть, ну, я именно на эту работу, где я, он ещё за мной дотирал, я отдал 17 тысяч. Вот. Ну, и к этому можно ещё прибавить тысяч пять-семь, потому что, ну, много там уходило у меня наждачек. Я это же всё же сам подготавливал. Но он за мной, ещё раз повторюсь, дотирал. Если просто облить подготовленную уже машину, если вы подготовили, просто пригнать её, заклеить и облить, стоит 10 тысяч рублей. Вот. Если, мне же вышла подготовка с покраской в 40 тысяч. Ну, у нас там ещё свои бонусы там были. Ну, плюс-минус, это самая актуальная цена, если просто вот вы привезёте без материала, 40 тысяч, если облить, всю подготовить и сделать. Это вот где-то вот такая вот будет цена. Но мне чуть поменьше сделали. Вот. Итого. Смотрите, ребят, просто вот подсчитать. Вот с того момента, вот как я её купил и сколько вот вложено. Машину я взял за 65 тысяч, плюс переварка и материал, плюс работа. То есть 15 тысяч, материал вышел, это ванночки, там всё, я полностью переварил пороги. И работа в 15 тысяч, это ещё, ребят, честно, по-свойски сделали. Это ещё недорого. Вот, плюс покраска, округлим, ну, 60 где-то, да. Плюс бампер с заставкой вышел в 3 тысячи рублей. Это вот спортбампер на 4-ку. Офигенский бампер. Ещё раз хочу поблагодарить интернет-магазин автозапчасти АвтоРХ, потому что, ну, очень быстро прислали, хорошо упаковали. Я очень доволен. Всё встало в свои места, но, естественно, мы там ещё будем подгонять. Я вам всё буду это показывать. Вот, 300 копейка где-то бампер вышел, плюс пороги пластик, пластик, вот, боковые пороги, плюс там передние вот реснички, ну, вот этот весь пластик, мелочь тоже, 2500. Капот Bad Boy 8 тысяч вышел, плюс ещё его там доставка, честно, там его в этой жёсткой обрешётке тоже, вот, район тысячи там была доставка, вот. И, кстати, я свой старый продал капот за 2000, ну, и выходит где-то 7 тысяч. В общем, в итоге выходит около 167 тысяч рублей я вложил на данном этапе. Это я ещё даже мотор не начинал, ну, не разбираю ничего, потому что 8-клоп, 8-клоп этот, он начал что-то хорошо жрать масло. Естественно, это я вам буду показывать. Будем оживлять этот 8-клоп, который, блин, ну, там, честно, запчасти недорогие. Я надеюсь, пока что там, ну, маслосъёмные колпачки поменять, там, прокладку, короче, по мелочи там всё это сделать. И посмотрим, какой эффект будет. В общем, машина ещё даже не дособрана и выходит, ну, возьмём грубо, да, ну, грубо говоря, если даже взять 150 тысяч, да, если, ладно, вы там где-то можете сэкономить или ещё что-то, 150 косарей, ребят. Вопрос, стоит это или нет, ну, на данном этапе, вот, сейчас очень сложное время, я не знаю, вот. Ну, в итоге, вот, кстати, покраска, покраска, я очень был удоволен. Есть, конечно, это не идеальная покраска, чтобы вы понимали, идеальная покраска начинается от 100 тысяч рублей. А мы помним то, что машину я сам подготавливал, поэтому, то есть, о каком там идеале, естественно, не будет. То есть, за мной ещё дотирали, ну, фиг да с ним. В общем, в целом, ну, я очень доволен. Конечно, есть мусоринки, всё это будет присутствовать за эту цену, но всё равно, как бы, я ещё её полирну, я думаю, будет вообще очень даже ничего. Поэтому, обязательно, ребят, пишите в комментариях, как вам данный цвет. Этот ролик был посвящён про цены на 2022 год, это март у нас, вот. И мне просто интересно будет, там, лет через 10 посмотреть этот ролик и какие цены будут потом. Вообще, походу, уже иномарки, наверное, неактуально будут, все будут на Вестах кататься за 3 миллиона рублей. Вот, ну, я надеюсь, ну, его нафиг. Лучше бы Весты подешевели, было бы, конечно, интереснее. Ну, да ладно, в общем, пишите в комментариях, как вам цвет. Четырка, как по мне, очень интересная. Пишите, какое ей название дать. Честно, я так ещё и не придумал, какое название ей дать. Может, Кобра, там, она же такая, вроде Бэтбой, вся такая вот интересная, логотип всплывёт. Вот, пишите название, как её назвать, ну, и как вам цвет, и вообще, внешне, что ей добавлять. Салон будет полностью новый, дорабатывать будем, доделывать. Буду руль от Приоры переставлять с десятки, поставим на четырку. А на десятку сюда я хочу такой анатомический руль от Приоры поставить, он у меня уже есть. Вот, и интернет-магазин автозапчастей АвтоРХ просто топовый, честно. В наше время, чтобы так быстро доставить и в хорошей упаковке, это редкость. С вами был, ребят, как всегда, Сергей Резниченко. Такой вот спокойный, внезапный выпуск. Ну, решил рассказать, почему бы и нет. Я думаю, вам была информация полезная. И увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока, ребят. Так, пацаны, ну всё, ждём эвакуатор, грузим и домой. Озер-стиль. Пушечка. Ну всё, а ты тебе жила. Пушечка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok